В агробизнесе было не просто всегда, особенно в фермерском деле. Елизавета Обухова разводит животных в 17 лет. За овец взялась не сразу. Сейчас в её КФХ настоящее разнообразие пород. Есть в том числе Эдельбаевская и Тувинская. Когда грянула пандемия, закупать животных из других регионов стало проблематично. Пришлось удариться в технологию искусственного осеменения. Первые ягнята родились в марте этого года. Всех селекционных овец на ферме заберковали. Спутать с обычными не получится. У нас больше тысячи голов. И осеменённо 500 голов искусственно осеменяли осенью. Вот сейчас получили результат. И баранчики уже готовы на продажу. Искусственное осеменение мы проводим, чтобы получить прилитие крови. Потому что скот, если ты будешь осеменять, обуливать своим же естественным путём, то поголовье уменьшится не в количестве, а в массе тела. Кстати, Минсельхоз региона продолжает вести обучение по искусственному осеменению овец. Уже подано 40 заявок от фермеров. В их числе 10 человек с республики Алтай. В этом году желающих перейти на нововведение в два раза больше по сравнению с предыдущим. Государство почти полностью возмещает приобретение семени и оборудования. В ближайшем будущем планируется закупить почти 26 тысяч доз семян племенных баранов-производителей. Привезти из-за пределов региона хотят и племенных ярок. Собраны предварительные заявки на 2,5 тысяч голов. Кроме этого идёт массовая заготовка кормов. В наличии 35 тысяч тонн сена. Мы должны вместе с сельхозтоваропроизводителями улучшить качество овцы. Мы должны поменять породу, чтобы она была выгодна для содержания сельхозтоваропроизводителем. Я имею в виду мясо шерстного направления. Поэтому мы должны вместе с сельхозтоваропроизводителями, с фермерами, сегодня будет совещание, обсудить, в каком направлении нам двигаться дальше. Всего в республике овец и коз почти 450 тысяч. Четвёртая часть от общего поголовья – ягнята. Одни из самых лучших, по мнению сотрудников Минсельхоза, на ферме у Елизаветы Обуховой. Её искусственно полученные бараны ценятся в других хозяйствах. И не только из-за хорошего мяса, но и шерсти. Мария Лукина, Руслан Шалгынов, Дмитрий Щеглов, РТС.